привет друзья совсем недавно снимала видео на тему бизнес инкубатора в польше очень интересная возможность для того чтобы работать на территории этой страны можно работать как дистанционно так и физически данный период сейчас очень много профессий они все очень актуальны когда люди работают дистанционно да вот берут просто свой компьютер приходишь кафешку садятся и проводят там по полудня пьют кофеёк делают телефонные разговоры выполняют какие-то проекты в интернете администраторы социальных сетей это может быть маркетологи это люди которые работают с фотошопом обрабатывают может быть фотографии монтируют видео да ну все что угодно делают в интернете они могут себе позволить работать из любого уголка земли я рассказываю вам о возможности работать в польше легализоваться получить вид на жительство жить здесь а сейчас я вам скажу о возможности работы по такому принципу на территории эстонии а то есть а с 1 августа 2020 года эстония ввела а а такой долгосрочный тип виза для дистанционных работников для того чтобы податься на эту визу вам нужно подать заявление находясь еще на территории своей страны и вы должны будете соответствовать определенным критериям их немного но все же основные из них это такие критерии как вы должны иметь работодателя за пределами эстонии то есть это может быть как работодатель там с территории и сша канады и германии любой страны снг откуда угодно но за пределами эстонии а также вы можете являться индивидуальным предпринимателем и выполнять какую-то работу по договору подряда например или более того вы можете иметь свою фирму то есть также выполнять какую-то работу оказывать услугу управлять вашими сотрудниками дистанционно и вы также можете претендовать на такой тип визы то есть вы должны иметь работодатели или подтверждение ваших клиентов контрагентов или субподрядчиков то есть вы должны предоставить документальное подтверждение там этим фактом далее вы должны предоставить предшествующий доход за 6 месяцев от вашей деятельности и этот доход должен составлять не менее 3500 евро все вы должны подтвердить либо это выписка со счетами либо это какими-то счетами фактур да то есть там приходными расходными расписками то есть любым способом документальным каким у вас есть возможность после этого вы подаете заявление с приложением всех необходимых документов на территории своей страны срок рассмотрения такой визы составляет 30 дней далее вы получаете въездной документ сроком на один год и въезжайте на территории эстонии также на официальном сайте не указано таких моментов что вы должны иметь жилье забронированное как многих других случаях относительно других стран то есть возможно вы можете забронировать какое-то временное жилье даже например отель потому что не всегда есть возможность забронировать жилье когда вы находитесь еще в своей стране и забронировать там на долгий срок потому что очень многие посольства выдвигают такие требования что если вы запрашиваете визу на год то соответственно вы должны предоставить договор аренды на год, но не всегда это предоставляется реально возможным, не все могут сдать свое жилье иностранцу сроком на год, неизвестно, приедет он или не приедет, поэтому здесь всегда получается такая небольшая заминочка, она тем не менее решаемая, здесь приходится привлекать агентство недвижимости, которое будет выступать гарантом, нужно будет предоставлять договора с этими агентствами недвижимости о намерении снять жилье по таким-то срокам, после приезда и много-много других юридических нюансов, то здесь таких требований не существует относительно, ну на сайте посольства не указано, что этот документ является обязательным, поэтому обязательный критерий, это я вам уже перечислила, да, то есть договора и это подтверждение вашего дохода за последние 6 месяцев. Также очень важный момент, что вы можете подать заявку на данный тип виза, уже находясь в Эстонии, если вы находитесь там на законных основаниях, да, может быть это какой-то тип визы, может быть вы там учитесь, да, про туристическую визу на официальном сайте ничего не сказано, поэтому данный факт, я думаю, тоже не исключен, но момент очень важный, что там стоит пометочка о том, что вы должны быть убеждены в том, что срок пребывания вашего документа должен превышать сроки рассмотрения данного типа визы, да, то есть должен превышать 30 дней, то есть у вас как минимум должно оставаться 30 дней или даже чуть-чуть, немного больше. Поэтому, друзья, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, может быть у кого-то уже получилось получить эту визу, хотя, конечно, этот закон ввели именно как раз-таки в период вот этого вот карантина, поэтому, к сожалению, я не думаю, что кто-то успел въехать по этому типу визы, но я думаю, что есть те, кто смогли продлиться, которые находились в стране, например, это были студенты, да, как раз-таки студенты, может быть, которые там учатся и параллельно там работают, как раз-таки удаленно, я думаю, это хорошая возможность для того, чтобы продлить свой легальный статус нахождения в стране, так что все. Всем пока, еще раз ставьте лайки, пишите комментарии, увидимся в следующих видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok